Здравствуйте, дорогие девочки! Меня зовут Робин Ксения, я директор Международного брачного агентства. Один офис у меня находится в Германии, почему я всегда очень люблю примеры про немецких мальчиков. Второй мой офис находится в городе Санкт-Петербурге. Занимаюсь я знакомствами уже больше 20 лет, так что я надеюсь, что тот опыт, который я набрала с помощью своих клиентов, поможет и вам тоже найти своего избранника. Сегодня я хочу обсудить с вами ответ на мертвый вопрос. Мертвый вопрос – это тот вопрос, который, по сути дела, задается, но полезной информации не несет. То есть, услышав ответ на этот вопрос, ничего нового, собеседники, не узнаете. Но вопросы, которые задаются стандартно, всегда на протяжении 20 лет, тем, что я занимаюсь знакомствами, вопрос задается практически всегда на первом свидании, на всех вечеринках знакомств, при переписке. А вопрос звучит так «А почему ты хочешь познакомиться с мужчиной-иностранцем?» Вопрос, еще раз повторю, с моей точки зрения, с профессиональной мертвой, потому что ваша мотивация – это не ваш характер, это просто какая-то сложившаяся ситуация, почему вы приняли такое решение. Но так как вопрос задаваться будет, то вам надо быть готовы на него ответить. Неправильные, еще раз говорю, неправильные ответы – это все те ответы, которые связаны с негативной информацией, или те ответы, которые связаны с финансовой заинтересованностью. То есть, в тот момент, когда вы говорите «Да, мне надоело это Россия или это Украина», «Да, мне надоели эти экономические проблемы», «Да, мне надоели эти экономические санкции», «Да, у меня никого близкого нету», «Да, у меня с работы все плохо, меня ничего не держит», «И меня все надоело, это грязь на улицах», «И финансово я на себя заработать не могу, хочу найти себе мужчину, который будет меня задержать». Понимаете, о чем я говорю? Этих версий очень много. Или я ищу мужчину, который мне компенсирует мое бедное детство, поэтому вот ищу богатого иностранца, который мне все это дело компенсирует. То есть, негативная и финансовая заинтересованность. Ливаян, а у меня подружка живет в Берлине, я тоже в Берлин хочу, чтобы быть поближе к подружке. В такой ситуации я обычно еще спрашиваю, а тебе улицу, район, маршрут, автобусы, трамваи тебе не построят так, чтобы ты совсем к подружке близко приложилась? Так что все эти негативные ответы мы забываем. Даже если они на самом деле так, говорить об этом нельзя, потому что мы с вами все-таки обсуждаем начало отношений. Начало отношений – это все-таки позитивная информация. Итак, почему же ты хочешь познакомиться с мужчиной иностранцем? Тут вы можете рассказать, что абсолютная правда. По поводу того, что в России, в Украине, в Белоруссии мальчиков намного меньше, чем девочек. Это абсолютная правда, если по другим странам статистику не знаю, но по России речь идет о том, что на 10% больше девочек, чем мальчиков. Это обозначает, что 10% из вас себе мальчика в России не найдут никогда. Если мы вычтем из этих мальчиков еще пьющих, алкоголиков, наркоманов, маменькиных сынков, просто уродов, осужденных, ну вот, то есть все то, что асоциальное, да, вот асоциальное, или люди, которые просто не хотят создавать отношения, то получается процентов становится намного больше. Это говорит о том, что многие из вас не найдут никого в России не потому, что вы плохие, а просто потому, что мальчиков нету. Да, вы посмотрите, кто ходит в театр, кто ходит на презентации, на какие-то мероприятия, ходят в основном девочки. Поэтому этим аргументом вы можете пользоваться. Ты знаешь, я очень хочу создать семью, и страну-то я свою люблю, да, как бы, то есть я лично не в стране, но так как мужчину мне не найти, то я решила расширить круг поиска. Дальше вы можете проговорить, это было бы здорово. Я понимаю свою ответственность, я понимаю, что мне нужно будет учить язык, я понимаю, что мне нужно будет адаптироваться в другой стране. Я все это прекрасно понимаю, но в моем женском состоянии желание создать семью для меня намного важнее, чем страх потерять свою страну. Вы можете, если вы владеете языком, ситуация такая, да, то есть у нас как с вами, как алгоритму, кто владеет языком, кто или нет. Если вы владеете языком, и, например, действительно у вас там родственники живут в Германии, по-немецки вы разговариваете, работали, вы учились, то есть получается, вы знаете, вы можете ссылаться на такую вещь, как ментальность, да, тогда вы можете говорить, ну, начав с того, что мальчиков не хватает, да, поэтому мальчиков на всех не хватит, а семью-то иметь хочется, одной-то быть не хочется, да, все-таки вместе оно как-то веселее, чем одной. А дальше вы можете уже говорить, что... Я подумала о том, что для меня больше всего подойдет именно немецкий мужчина, потому что я говорю на языке, потому что я знаю ментальность, потому что у меня папа, мама, сестра, подруга живут там, я много раз там была, я знаю, о чем идет речь, я не боюсь этой страны, потому что я к ней готова. Такие же тексты они могут быть про любую другую страну, которую вы знаете. Хуже, конечно, когда страну вы не знаете, никогда не были, языком не владеете, и вообще нету представления о том, что вас ждет, но вы все равно можете рассказывать о том, что вы слышали, да, это субъективное мнение, субъективное мнение публики, на которое вы можете ссылаться. Вы слышали о том, что мужчины в Италии, они такие семейные, они такие доброжелательные, что они хотят создать семью, что они серьезные. Ну, вот комплименты, да, комплименты, в принципе, могут быть... То есть они эмоциональные, там еще что-то. То есть вы можете сами придумать, когда готовитесь к свиданию, комплименты, может быть, связанные со стеотипами этой страны, конечно, с положительными стеотипами этой страны, вот, но как будто вы выступаете как эксперт, как будто вы знаете, о чем идет речь, да. Я слышала, мне рассказывали, у меня подруга там замужем. То есть это все экспертное мнение, которое подтверждает мужчине, что вы знаете, зачем вы вообще в эту драку ввязываетесь. Что нельзя говорить, это кто же вот к тому, чего говорить нельзя, на... отвечать нельзя на вопрос, почему ты хочешь мужчины-иностранца, а я вообще без понятия. Вот если вы скажете я без понятия, то, в принципе, ну, скорее всего, на этом ваше свидание и закончится. А так как я не хочу, чтобы на этом ваше свидание закончилось, то я вам советую, может быть, еще раз просмотреть это видео и составить какой-то ответ для вас. Если вы готовите этот ответ для переписки, вы его можете составить в форме шаблона, и каждый раз, когда новый претендент будет задавать вам этот вопрос, у вас этот ответ уже будет написан. Вам не нужно будет придумывать сказку каждый раз заново. Ответ уже есть, вы его уже копипейст, скопировали, вставили. Если речь идет о свидании, вы готовитесь к свидании, будьте готовы, что вопрос вам будет задан, и подготовьте, в зависимости от того, из какой страны мужчина. То есть, что вы можете рассказать, что подтвердит вашу заинтересованность именно в мужчинах из этой страны. Я очень надеюсь, что данное видео было для вас полезным, я очень надеюсь, что это была нужная вам информация. Было бы здорово, если бы мне поставили лайк, было бы вообще просто суперски, если бы подписались на канале на YouTube, для того, чтобы я знала, что вам нужна эта информация, что мне есть смысл записывать эти видео дальше. Если вы хотите услышать ответ на какой-то ваш вопрос, вы можете написать мне, и я анонимно в следующем каком-то видео отвечу на ваш вопрос, и тогда вы получите мое мнение. Надеюсь, что вам понравилась информация, желаю вам хорошего дня!